Подготовка к ЗНО 2012 по математике. Первый уровень занятия номер 2. Открываем индивидуальный комплект сборник тестовых заданий. Страница номер 4. Задание номер 7. Нам нужно вычислить соответствующее выражение. Как видим, это упражнение напоминает упражнение, которое мы рассматривали в первом занятии. Здесь нужно представить число 1,2 как 1 целая и двойку разложить как 2 десятых. То есть 2 делить на 10. Преобразуем 1,2 в число 1 целая и дробь 2 десятых. Здесь у нас получается в числителе двойка, а в знаменателе 10. Мы можем сократить числитель и знаменатель на 2. Получаем 1 целая и 1 пятая. Таким образом мы преобразовали число в число и дробь. Идем далее. В скобках у нас стоит следующее выражение. 1 целая и 1 пятая плюс 2 девятых. Теперь нам нужно привести к общему знаменателю дроби. Это мы делали на первом занятии. Давайте повторим. Как приводятся дроби к общему знаменателю. В первой дроби у нас 5 знаменателей. Во второй дроби у нас 9 знаменателей. Таким образом общий знаменатель будет произведение. 5 умножить на 9. Это число 45. Мы должны умножить числитель первой дроби, это 1, на 9, на знаменатель второй дроби. И числитель второй дроби, это 2, умножить на знаменатель первой дроби. Это 5. Когда мы умножим 1 на 9, мы получим 9. И когда мы умножим 2 на 5, мы получим 10. Теперь у нас в скобках получается выражение. 1 целая 19,45. Теперь выражение в скобках мы должны умножить на дробь. 5 шестнадцатых. 1 целая 19,45 умножить на 5 шестнадцатых. Аналогично мы должны привести наши дроби к общему знаменателю. Но перемножать в этом случае мы знаменатель не будем. Мы оставим это как запись 45 умножить на 16. Первую дробь, это 1,19,45. Мы представим как 64,45. Поскольку единица, это у нас дробь 45 делить на 45. 45 плюс 19 получаем 64. Если вам затруднительно, то давайте повторим. Единица, это дробь 45 знаменателей и 45 числителей. Теперь мы складываем наши дроби. 45,45 это единица и 19,45. Получаем дробь 64,45. 64,45 мы умножаем на дробь 5 шестнадцатых. Запишем это в виде одной дроби. Рассмотрим числитель и знаменатель. В числителе у нас стоит число 64. И в знаменателе у нас находится число 16. Мы можем разделить 64 на 16. Получим число 4. Разделив числитель на 16 и знаменатель на 16. Мы получаем числители 4 и знаменатели 1. Аналогично сократим числитель и знаменатель. 5 и 45. Сократим числитель и знаменатель на 5. Разделив 5 на 5, получим 1. И разделив 45 на 5, получим 9. Теперь у нас получается более простое выражение. Это выражение будет равно 4 девятых. Посмотрим на наш задачник и найдем ответ. Правильный ответ будет В. 4 девятых. Перейдем к следующему упражнению. Насколько 2 третьих числа 450 больше, чем 0,15 числа 480. Давайте рассмотрим это упражнение. Нам нужно умножить 450 на 2 третьих. То есть 450 умножить на числитель, это 2. И разделить на знаменатель, это 3. 450 умножить на 2, это будет 900. И 900 разделить на 3, получим 300. С первой частью задания мы справились. То есть мы получили 2 третьих числа 450. Это число 300. Далее нам нужно найти 0,15 числа 480. С этим будет немножко посложней. Но мы справимся. Как мы знаем, нужно представлять десятичную дробь в виде числителя и знаменателя. Представим 0,15 как дробь. 15 сотых. Далее умножим 480 на 15 сотых. Сначала мы сократим нашу дробь. Разделим числитель и знаменатель на 5. 100 разделить на 5 будет 20 знаменателей. И 15 разделить на 5 будет 3 числителя. 480 умножаем на дробь 3 двадцатых. Поскольку 480 можно представить, как дробь 480 делить на 1. Мы сократим 480 числителей и 20 знаменателей на 20. 480 делить на 20 будет 24. И 20 разделить на 20 будет 1. Получаем такую запись. 24 умножить на 3 первых. Или 24 умножить на 3. Получаем ответ 72. Посмотрим задачник. И наше условие. 2 третьих числа 450 должно быть больше. Насколько? Спрашивается в задаче. 0,15480. В первом случае у нас получилось 300. Во втором случае у нас получилось 72. Далее нам нужно вычесть из 372. Получаем число 228. Правильный ответ будет ответ В. Переходим к упражнению номер 9. Нам необходимо указать правильное неравенство. Рассмотрим вариант В. Нам нужно привести дроби к общему знаменателю. Мы уже знаем, как приводить дроби к общему знаменателю. В первом случае вариант А будет неверным. Поскольку знаменатели у нас равны это 8. А 3 не больше 5. Ответ А нас не устраивает. А мы рассмотрим подробно ответ В. Здесь у нас в знаменателе одной дроби двойка. А в знаменателе другой дроби тройка. Числители у нас равны. Давайте приведем эти дроби к общему знаменателю. Мы уже умеем приводить дроби к общему знаменателю. Числитель второй дроби мы умножаем на знаменатель первой дроби. Это 2. И числитель первой дроби мы умножаем на знаменатель второй дроби. Это 3. Получаем в числителе первой дроби 21. А в числителе второй дроби 14. Перемножив 2 и 3 получаем 6. Запись 21 шестая и 14 шестых. 14 не может быть больше чем 21. Значит ответ В также нас не устраивает. Аналогично, самостоятельно, это будет домашнее задание, приведите к общему знаменателю остальные варианты упражнения номер 9. Это вариант В, вариант Г и вариант Д. Вам нужно привести дроби к общему знаменателю. Если у вас возникнет затруднение, то обязательно напишите. Мы рассмотрим это более подробно. Упражнение номер 10. Нам необходимо определить количество всех дробей с знаменателем 28, которое больше чем 4 седьмых, но меньше чем 3 четвертых. Давайте сделаем подробную запись. То есть у нас в числителе х, а в знаменателе 28. Эти числа, которые мы так обозначим, должны лежать в указанном промежутке. От 4 седьмых до 3 четвертых. Аналогично с предыдущими упражнениями приведем все наши дроби к общему знаменателю. Общий знаменателю будет число 28. 7 умножить на 4 равняется 28. Вы уже знаете и умеете, как приводить дроби к общему знаменателю. Поэтому останавливаться на этом не будем. В числителе первой дроби получается 16. В числителе второй дроби получается 21. Наши числа должны лежать в таком диапазоне. От 16 до 21. Обратите внимание на условие. Больше чем 4 седьмых, но меньше чем 3 четвертых. Знака равно здесь нет. Поэтому наши дроби, их числители, мы не рассматриваем в заданном интервале. В заданном интервале рассматриваем тока числа, которые лежат между 16 и 21. Это числа 17, 18, 19, 20. Эти числа будут удовлетворять условиям. Поскольку знаменатели у наших дробей одинаковые. То есть 17, 28, 18, 19, 20, 20, 20. То есть у нас 4 варианта ответа. Правильный ответ будет ответ B. Перейдем к упражнению номер 11. Нам нужно определить количество всех дробей со знаменателем 24, которое больше чем 5 шестых, но меньше чем единица. Этот пример похож на упражнение номер 10. То есть нам нужно привести дроби к общему знаменателю. Это знаменатель 24, единичку вы знаете, что можно представить как 24 двадцать четвертых. Далее 5 мы умножаем на 4. Поскольку чтобы 6 привести к знаменателю 24, нам нужно 6 умножить на 4. Будет 24. Аналогично и числитель 5 мы должны умножить на 4. Получаем 20. У нас получается диапазон от 20 двадцать четвертых до 24 двадцать четвертых. Числа 20 и 24 не входят в диапазон. Будьте очень внимательны. Стоят знаки больше, но не стоит знак больше либо равно. Вполне вероятно, что может на экзамене попасться вариант, что будет больше или равно. Или меньше или равно. Если будет знак равно, то мы должны включить какое-либо число в наш диапазон. Это будет немножко сложнее задача, но если вы будете внимательными, вы ее решите. В нашем случае в диапазон входят числа от 20 до 24, не включая числа 20 и 24. Это числа 21, 22, 23. Еще повторяю, что обращайте внимание на знак и сразу же это записывайте в тетрадку. Визуально вам будет все понятно и ясно. Перейдем к упражнению номер 12. Нам нужно упростить выражение. А минус модуль А. При условии, что А меньше нуля. Если у нас под модулем стоит отрицательное число, то знак меняется на противоположный. Поэтому это определение вам нужно выучить. Это будет домашнее задание. Модулем неотрицательного действительного числа А называют само это число. То есть если А у нас будет больше нуля, то из-под модуля у нас выйдет положительное число. А если у нас А будет меньше нуля или отрицательный называют. То есть отрицательное число это число, которое меньше нуля. То из-под модуля выйдет число отрицательное. В нашем случае число А отрицательное. То есть из-под модуля выходит число минус А. Знак меняется на противоположный. Минус и минус у нас дадут плюс. То есть получим выражение А плюс А. Получим ответ 2А. Обратите внимание, что вам нужно выучить это определение и понимать его. Когда из-под модуля выходит положительное число. А когда выходит отрицательное число. Когда число меняет знак на противоположный. И вы должны понимать, что минус знак и минус дают плюс. Ответ получается 1 плюс 1. То есть 2А. В нашем варианте будет правильный ответ под знаком А. Ответ А правильный. На этом мы заканчиваем наше второе занятие. Домашнее задание, как и в первом занятии. Самостоятельно, без подсказки, решить задание от 7 по 12. Самостоятельно. И выучить определение модуля числа. Если какие-то упражнения вызывают у вас затруднения. Что-то было непонятно. Пожалуйста, обращайтесь по удобным для вас телефонам. При необходимости вам с этих телефонов перезвонят.